Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Дело всё в том, что в инстаграм ко мне обратилась одна из подписчиц с довольно интересным вопросом. Вот её письмо, содержание её письма. Она пишет «Уважаемая Будда Гришна, здравствуйте, спасибо за вашу работу!» И просит дальше снять ролик о фестивале нашествия. Наверняка вы слышали, такой рок-фестиваль есть. И вот что она пишет. «Рок-фестиваль «Нашествие» выдал шок-контент. Без отрицательного ПЦР-теста зрители не допустятся на мероприятие». Хотел сказать, не допустится, не допустится, получается. Причем сделанного не позднее трех дней до фестиваля, 72 часа. То есть фестиваль проводился в Тверской области, сейчас под Серпуховым он будет проводиться. Нужно еще успеть после ПЦР-теста доехать до фестиваля. В общем, «Народ в шоке», пишет, Ирина ее зовут. От организаторов одни отписки идут, билеты не возвращают. Покупая билеты, мы соглашались на одни условия, в итоге получили другие. То есть содержание оферты просто взяли и изменили, а это незаконно. Посмотрите, сколько комментов и возмущений от людей. Инстаграм «Нашествие», «Нашествие», нижнее подчеркнение «фест». Ну и так далее. Друзья, я обратил внимание на эту проблему. И на самом деле там есть на что обратить внимание. Это ужасно абсолютно то, что происходит. Почему? Потому что в чем суть вообще? Дело все в том, что фестиваль «Нашествие», люди туда едут. Там на сцене поют рок-музыканты. Люди там приезжают с палатками и так далее. Ну, тусняк, короче, по полной программе на свежем воздухе. И все дело в том, что люди приобрели билеты, заплатили довольно большие деньги. Там сумма указывается довольно-таки немаленькие на самом деле. И им вдруг объявляют, что вам необходимо за три дня, не позднее трех дней, за 72 часа до фестиваля, чтобы была справка о сдаче ПЦР-теста. Ну, во-первых, вы понимаете, в чем дело? Это на самом деле изменение условий. Почему? Потому что люди, может быть, бы тогда не стали приобретать билеты. В данном случае я понимаю, что организаторы, насколько это мое мнение, субъективное оценочное, мне так кажется, да, они понимали, что в случае, если это будет сразу объявлено, я так предполагаю, наверное, просто будет меньше людей. Традиционно такие фестивали, в час нашествия очень известный фестиваль, посещает огромное количество людей. Поэтому сделали вот это таким образом, это мое мнение. Это нечестно. Вот если это так, да, сделано, опять-таки, это мое мнение. И, вы знаете, все дело в том, что, во-первых, человек должен понести дополнительные траты, начнем с этого, для того, чтобы сделать этот ПЦР-тест, он стоит немалых денег сейчас. А у кого-то, например, ну, если человек приобретал на последние деньги билет на нашествия, хотелось посетить и так далее, тем более за 72 часа, то есть человек сделал этот тест, ну, а если он, например, двое суток будет или трое туда ехать, и он будет недействителен. На самом деле, это изменение условий. И, вы понимаете, самое главное, пишут, что либо деньги не возвращают, либо могут перенести, насколько я понял, там, на следующий год. Вот, но я, насколько понимаю, честнее было бы, если люди приобретали на одних условиях, а, значит, условия изменились, просто людям тогда возвратить их средства, потому что, ну, они явно говорят, что в случае, если бы мы знали это при покупке билета, мы бы его покупать не стали. Ну, и поубавилось, конечно, бы людей. Теперь люди просто вынуждены, получается, эти ПЦР-тесты сдавать, потому что они просто либо потеряют деньги, либо там будет какой-то перенос. Давайте прочитаем, что пишут об этом СМИ. Вот пишут, вокруг фестиваля нашествия назревает скандал. 3 июня организаторы объявили, что попасть на мероприятие смогут только те, кто предоставит отрицательный тест на COVID-19, полученный за 72 часа до прибытия, и обладатели сертификата о вакцинации. Справки о перенесенном коронавирусе рассматриваться не будут. Ну, то есть, если человек переболел, у него есть антитела, это их никак не волнует. То есть, либо отрицательный тест, то есть, нужно сдать, либо сертификат о вакцинации. Медиадиректор нашествия Сергей Горбачев заверил, что зрителям, которые не смогут присутствовать на фестивале из-за требования о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификат на вакцинацию, вернут деньги за билеты в индивидуальном порядке. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Тест ПЦР или сертификат на вакцинацию – это, конечно же, обременение, и мы это понимаем, но вопрос стоит таким образом, что состоится нашествие или оно не состоится вовсе. Поэтому, взвешивая проводить ли фестиваль в этом году или переносить его еще на один год, мы приняли это решение. Это вынужденное решение, говорит он. Да, безусловно, это обременение, и безусловно, что с каждым из гостей фестиваля, который уже приобрел билеты, но по каким-то причинам не сможет на фестиваль приехать из-за ПЦР или еще по каким-то причинам, мы по закону обязаны эту услугу или предоставить, или вернуть деньги. Как будет этот возврат денег производиться, это будет в индивидуальном порядке решаться нашей службой поддержки. В первую очередь нужно обратиться туда, говорит он. Значит, противники нововведения уже жалуются на непродуманность мер, называют их дискриминацией и призывают к бойкоту вообще этого нашествия. Значит, как сообщила... Ну вот красиво говорит опять-таки, да? А почему заявляют люди, что отказываются, так сказать, возвращать деньги? Как сообщила жительница Москвы Виктория, организаторы нашествия отказались возвращать деньги недовольным новыми правилами покупателями билетов. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Значит, 20 мая мы купили билеты на нашествие, которые состоятся с 30 июля по 1 августа. 3 июня ВКонтакте и в Инстаграме они вкинули посты о том, что пускать на фестиваль будут исключительно с паспортом вакцинации либо 72 часа теста на ковид. Никакого оповещения по электронной почте, либо по телефону нет для тех, кто приобрел билеты. Мы обратились на их адрес с электронной почты, нам поступил отказ возвращения денежных средств по постановлению правительства, потому что на неперенесенные мероприятия деньги не возвращаются. Потому что на неперенесенные мероприятия. В Роспотребнадзоре нам сказали, что постановление к данному случаю отношения не имеет, но опять никто не имеет отношения. Они сказали, что нужно обращаться по почте России к официальному организатору мероприятия и уже с ним решать этот вопрос. Если они в течение 10 дней нам не отвечают, не возвращают деньги, тогда подавать в суд. Ну то есть люди отдохнули, съездили на фестиваль. Мы сейчас объединились группой людей в Телеграме, пишем досудебные претензии, ждем от них ответа, пытаемся достучаться до руководителей, потому что никакого нормального адреса, ни телефона у них нет. И на контакт они не идут абсолютно, заявляет девушка. Вот это реальное положение дел, которое рассказывают люди. Организаторы нашествия заявили, что не пустят на фестиваль без отрицательного теста на ковид или прививки. Музыкант Алексей Кортнев пишут, сказал, что в этой ситуации он на стороне организаторов нашествия, которые вынуждены вводить определенные правила, чтобы фестиваль состоялся. Кортнев добавил, что он, как участник фестиваля, тоже сдаст тест ПЦР и будет выступать. Ну, наверное, Кортнева заранее об этом уведомили или нет? Значит, друзья, что я хочу сказать. Давайте еще что-нибудь, какой-то материал прочитаем, потому что считаю, что это затронуло огромное количество людей. И вы понимаете, я посмотрел комментарии, там немалые суммы стоят билеты. Люди действительно находятся в сложнейшей ситуации. Что такое фестиваль музыкальный? Это отдых, это какое-то отдохновение, возможность послушать музыку, отдохнуть, потусоваться, перезагрузиться, что называется, и так далее. И в данном случае люди, вот с этими мыслями приобретая билеты, получили что? Досудебные претензии, бла-бла-бла, и как обычно, вот эту всю головную боль. ТАСС пишет, на фестиваль нашествия зрители пустят только с отрицательным ПЦР-тестом. Мы с вами это все уже прочитали. Рок-фестиваль нашествия пройдет в Серпухове с 30 июля. Да, я бы хотел прочитать, где побольше отзывов от людей, потому что люди действительно негодуют. Мы можем, конечно, перейти в Инстаграм. Ну вот давайте так. Пользователи и фанаты нашествия разделились в соцсетях на два лагеря. Тех, кто поддерживает решение организаторов, и нет. Противники нововведения в комментариях к записям жалуются на непродуманность мер, называют их позором, дискриминации призывают к бойкоту. Если бы вы написали, что вход только после сдачи теста на коронавирус, я бы никогда не купил билет, потому что это еще плюс 3 500 к билету. Плюс у меня аллергия на прививку, из-за этого я сталкиваюсь с дискриминацией. Дело еще в том, что половина людей об этом требовании не узнает до момента, когда уже приедут, и 100 тысяч человек при входе устроят бунт с погромами. Но это так пишут в комментарии. Приедет ОМОН со всей области, и не будет никакого фестиваля. Пишет Максим Евгеньевич. Это вот такой комментарий написал человек. Александр Князев пишет. Хорошо не успел купить билеты, не думал, что концлагерь начнется именно срок фестиваля. Но вы видите, что комментарии очень жесткие. Тем, кто издалека, пишет Петр Верховцов, тем, кто издалека, получается только прививка. Ну, потому что люди, если едут издалека, то 72 часа явно пройдут, и нужно только прививку. Потому что люди едут не только, например, из Москвы, из Московской области, но и из других регионов, и явно они там за 72 часа не успеют. Но вакцинация не гарантирует, что не заразишься или не являешься носителем, получается только лишний геморрой. Людям придумали. Инна пишет. Сначала билеты поставили в продажу, а сейчас условия выставили. Они ничего не попутали? Днище. Значит, вот такие комментарии пишут люди. И вот в комментариях здесь даже есть скрины. Ну, конечно, пишут, это маразм, прощай нашествие и так далее. Вы серьезно? Как вернуть деньги за билеты? То есть, вы понимаете, в чем дело? Основное, что нужно отметить, что людей возмутило не само требование. Не само требование. Людей больше возмутило то, что на момент покупки билета их не уведомили, что необходимо будет это сделать. Вот и все. То есть, если бы на момент приобретения билетов было понятно, что пускаем только вот таким путем, либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, тогда, ну, просто человек бы решал. Либо я, да, готов это делать, либо я билет не приобретаю. И никакой проблемы бы не было. Значит, поэтому здесь вопрос не в то, что люди верят, не верят, там, и как относятся к вакцинации, к ПЦР-тестам. Вопрос только лишь в том, что люди потратили свои деньги на билет, который им не возвращают, как они заявляют с их слов, значит, и, ну, предлагают либо перенести там на следующий год, насколько я понял, либо предлагают судиться. Я, конечно, считаю, что это отрицательно, я к этому отношусь, считаю, что это очень негативно. И мне кажется, кто-то должен вмешаться в это. Нашествие огромный фестиваль, он проводится, я думаю, Министерство культуры, как должно обратить на это внимание, потому что если люди в таком количестве, в таком количестве, ведь на самом деле правильно пишут, что огромное количество людей, например, не заглянет в соцсети и не увидит просто, потому что никакой рассылки не проводится, насколько я понял со слов людей, для тех, кто купил билеты, и люди попросту приедут, и они ничего не будут знать. Им скажут до свидания, езжайте обратно. Вы вдумайтесь, только естественно, у людей какое будет настроение. Ну, явно не очень положительное, да? Поэтому ситуация, я считаю, из ряда вон, и мне кажется, что контролирующие органы должны вмешаться в это, как-то повзаимодействовать все-таки с организаторами нашествия, для того, чтобы какая-то работа с людьми была организована по возврату денежных средств тем, кто не хочет проходить, так сказать, это тестирование. Я не знаю, можно было в крайнем случае при таком количестве людей, если там прям десятки тысяч приезжают людей, ну, естественно, там мобильную лабораторию не развернешь. Ну, конечно, да, получается только так, если уж, но нужно было ставить это условие при продаже билетов, друзья, мое мнение. Друзья, пишите просто ваши комментарии, может быть, вы попали в эту ситуацию с нашествием, как обстоят дела, просто вы знаете, что публикации в СМИ это одно, а, что называется, из первых уст узнать другое. Думаю, интересно будет прочитать не только мне, но и другим людям. Пишите просто ваши комментарии, как развивается ситуация. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому нравится, ставьте лайки, дизлайки. Поддерживаю людей в этом случае. И также подписывайтесь на Инстаграм, последние фотографии, какие-то прямые эфиры, Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка, в поиске Инстаграма, либо Будда Гришна, рядом три российских флага. Это мой Инстаграм. Всем пока, друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok